МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Караганда отмечает свой главный праздник – День шахтера. Руководство области вручило государственные и отраслевые награды передовикам производства и ветеранам труда. Информатику и химию на английском языке уже с нового учебного года начнут изучать ученики некоторых карагандинских школ. В городском Акимате провели традиционную августовскую конференцию учителей. Скульптура Сарарка появилась на пересечении улиц Алиханова и Ерубаева. Ко дню шахтера в Караганде появилось 16 новых малых архитектурных форм. Главное торжественное собрание, посвященное Дню шахтера, по традиции, состоялось накануне во Дворце культуры горняков. Руководители области поздравили шахтеров с профессиональным праздником, а также вручили государственные и отраслевые награды передовикам производства и ветеранам труда. Угольная промышленность Казахстана является одной из наиболее крупных отраслей экономики страны. По запасам угля Казахстан занимает восьмое место в мире. В недрах республики содержится 4% от общемирового объема запасов. Угледобычу ведут 33 компании, в том числе 28 отечественных. Ежегодно в стране добывается 97 миллионов тонн сырья. Угольная промышленность обеспечивает выработку почти 80% электроэнергии страны. И флагманом в добыче угля является Карагандинский регион. В нынешнем году День шахтера отмечается в 70-й раз. Глава области Ерлан Кушанов отметил, что мало какой праздник отмечается целыми городами. Глава государства однажды сказал, что Карагандинский шахтер – это героические, гордые, честные, добрые люди в каждую смену, как в атаку, как в бой. И не было бы шахтеров, не было бы сегодня ни Караганды, ни Сара, ни Абая, ни Шахтинска. Все это мы признаем. Все, что у нас сегодня окружает в области, нарядные улицы, высотные здания, все это мы имеем благодаря труду шахтеров. Мы, Карагандинцы, желаем вам безопасной работы, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Спасибо вам и с праздником еще раз, дорогие шахтеры. Почетные грамоты, благодарственные письма и отраслевые нагрудные знаки стали наградами передовикам и ветеранам угольной промышленности. Стоит отметить, что о нелегкой работе шахтеров говорили все, кто выступал с трибуны. Свою признательность горнякам высказал и работодатель. Несмотря на то, что в последнее время появляется, и это будет продолжаться, новая техника, появляются новые системы управления производством, труд шахтера самый опасный, самый тяжелый. Сегодня праздник трудовых успехов, крепкой мужской дружбы, самодвежного отношения к труду. Шахтеры – это удивительные люди. Особый характер, сильные духом, самодвежные, преданные своему нелегкому тяжелому труду. Особое внимание в этот праздник уделяется ветеранам труда, тем, кто не понаслышке знает о тяжелом ручном труде шахтеров прошлых лет. Среди них и потомственный шахтер Ялтай Толибаев. Он помнит, как присутствовал на самом первом празднике Дня шахтера 70 лет назад. По сути, становление современной карагандинской угольной промышленности шло у него на глазах. В этом году начали возрождать, уже чувствуется, по настроению. И дай бог, чтобы наша караганда шахтерская возрождалась, чтобы шахты строили. Ведь благодаря углю мы войну выиграли. Когда Кузбасс был закрыт, историю я пытаюсь говорить, чтобы молодежь помнила караганда. И караганду не надо забывать никому. Завершилось торжественное мероприятие традиционным концертом. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 70 лет в этом году исполняется профессиональному празднику – Дню шахтера. В честь праздника в шахтерской столице мероприятия будут проходить два дня. Жители и гости города ожидают незабываемые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. В эту историческую ночь Алексей Стаханов впервые дал свой небывалый рекорд. История профессионального праздника шахтеров началась во времена Советского Союза. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд. Добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн, послуживший началом стахановского движения. Официально праздник утвержден в СССР 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. Для некоторых городов бывшего Советского Союза День шахтера является главным праздником, в том числе и для Караганды. В предстоящую субботу в Центральном парке культуры и отдыха запланирован конкурс профессионального мастерства. Команды различных угольных предприятий будут соревноваться за звание лучшего. В этот же день в парке запланирована обширная культурная программа с участием творческих коллективов шахтерской столицы. Ко Дню шахтера приурочено и торжественное открытие памятника музыканту Виктору Цою в сквере на улице Олимпийская. В этом мероприятии ожидается участие отца Виктора Роберта Цоя. В понедельник, 28 августа, здесь запланирован благотворительный концерт с участием музыкальных коллективов города. В воскресенье праздничные мероприятия пройдут в шахтерских городах, а в Карагандинском парке культуры и отдыха состоится традиционный ретро-фестиваль под названием «Молодые годы Караганды». Завершится фестиваль красочным фейерверком. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По обновленному содержанию образования сотни детей начнут обучаться уже в этом году. С начала нового учебного года школьникам предстоит изучать некоторые предметы на английском языке. Об этом стало известно на августовском совещании. С лучшими проектами образовательных учреждений Караганды ознакомилась Мирамгуль Салкимбаева. Изучать на иностранном языке ученики будут такие предметы, как химия и информатика. Новую систему в некоторые школы Караганды чиновники уже успели внедрить. Теперь дело остается за учебно-воспитательным процессом. К слову, педагоги уверяют, что по-новому работать готовы. По обновленному содержанию образования сотни детей начнут обучаться в новом учебном году. И педагоги нашего города готовы, у них есть потенциал, чтобы воплотить все идеи, которые есть в образовании, в жизнь. По новой учебной программе будут обучаться первые, вторые, пятые, седьмые классы. Карагандинские педагоги намерены уделить особое внимание инженерным технологиям. Кроме того, школьники будут обучаться по новым учебникам, презентация которых прошла уже сегодня на августовском совещании. А вот цель новой системы обучения направлена на развитие креативного мышления ученика, отмечают преподаватели. То есть учитель на каждом уроке просто мотивирует учащихся, а ученики с помощью своих тех знаний, которые у них уже есть, они добывают собственные знания. То есть это такая программа, которая сейчас роль учителя – научить ребенка учиться, научить находить информацию самостоятельно. И не просто в одном источнике, а в различных источниках. На августовском совещании были озвучены и проблемы в образовательных учреждениях. Так, по словам Акима Караганды, сейчас ведется плановая работа по снятию переуплотненности школ. Именно поэтому в ближайшее время чиновники обещают возвести еще несколько организаций образования. А между тем сейчас идет строительство школы, которая рассчитана на 1200 учеников. Мы недавно нам подтвердили протокол, подписан президентом страны, что мы начинаем строительство, мы выделяем первые деньги на так называемые шесть-трехлистники. Это полторы тысячи квартир, и впервые в Караганде мы будем поднимать 24-этажные жилые дома. Соответственно, мы понимаем, что завтра это получают, как правило, молодые семьи через систему жилых сбережений. Завтра мы столкнемся с огромной проблемой, в том, что эти дети, которые сейчас приют, и которые совсем маленькие, они как-то пойдут в какую-то школу. Участники конференции обсудили и подготовку к внедрению трехязычной системы обучения. Сейчас в этом направлении работы ведутся полным ходом. Кроме того, в рамках августовского совещания была организована галерея лучших проектов, реализуемых в организациях образований города. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганду все чаще начали украшать новыми декоративными композициями. После поручения главы области, Союз художников и Акимат города начали установку декоративных композиций. Оформление планировали закончить ко Дню шахтеров. И сегодня 15 малых архитектурных форм предпразднично украшают наш город. Член Союза художников Наталья Иванина – одна из тех, кто участвовал в благоустройстве города все эти 11 лет. Она принимала участие в разработке концепции оформления Караганды. Создать уют и теплую атмосферу в городе – такова главная цель проекта, отмечает Наталья Ивановна. На осуществление проекта понадобилось 4 года. Теперь добрая традиция продолжится. Еще в 2006 году Союз художников говорил о необходимости расстановки декоративной скульптуры, ее сейчас называют малой архитектурной формой, по городу. Для чего это вообще нужно было, казалось бы, нам? Это нужно не только нам, это нужно прежде всего карагандинцам. Всего несколько месяцев назад было установлено всего три композиции, а сегодня таких скульптур уже 16. Новые скульптуры отличаются тем, что в них установлены художественные подсветки. Также здесь предусмотрена техническая безопасность. У всех скульптур отсутствуют острые углы. Одна из таких композиций – Сара Аркана, пересечение улицы Алиханова и Ерубаева. Для сооружения данной композиции ушло полгода. Художники работали над ней, днями и ночами. Над разработкой и сооружением этих композиций работала сплоченная команда из восьми художников города. Стоит отметить, что скульптурные работы уже привлекли внимание жителей и гостей города Караганды. А места вокруг скульптур стали излюбленным местом отдыха горожан. Сделать жизнь в родном городе интересной, качественной и достойной. Вот главная задача дня гражданских инициатив, который проводится в рамках реализации общенациональной программы «Рухани Жангру». Организаторы заявляют, что от мнения каждого из нас зависит, каким будет будущее малой родины. Очередной день гражданских инициатив прошел 25 августа. Житель Караганды Даур Шакиржан вместе с дочерью намерены развивать киноискусство в шахтерской столице. Сама кинокомпания уже зарегистрирована. Она называется «Снято где?» в Караганде. Данный проект Даур уже представлял на суд чиновников, надежде на грант в рамках государственного заказа. Но в прошлом году власти не оценили проект. А тем временем цели и задачи грандиозные. Целью является создание кинокомпании на мировом уровне. И цель этой кинокомпании должна популяризировать, степнуть цивилизацию на мировом уровне. Вот так кратко. И там есть бизнес-планы уже расписаны поэтапно. И вот с этим мы и пришли сюда. Участники Дня гражданских инициатив делились самыми разными идеями и предложениями. От переименования улиц до внедрения изобретений в области машиностроения и авиапроизводства. В настоящее время в Карагандинской области сформирован пул из около 300 проектов. Все эти проекты и идеи были направлены в центральный офис в Астане, чтобы затем попасть в администрацию президента. Вот эти вот идеи, которые, конечно, они на уровне идей. Мы это все превращаем в проекты и затем придумываем, как это все реализовать. Соответственно, мы под эти проекты ищем источники финансирования вместе с исполнительными органами. Источники финансирования разные. Это и госгосударственные социальные заказы. Это и какие-то источники, позволяющие выполнить этот проект. Это спонсорские деньги, это благотворительные деньги, меценатство и так далее. То есть все, что у нас в законодательство позволяет, мы эти источники будем искать. Первый день гражданских инициатив был проведен 28 июля. От карагандинцев поступило более 15 идей и предложений. Организаторы подчеркивают, что День гражданских инициатив – это возможность рассказать и поделиться интересными идеями и предложениями о том, что можно и нужно сделать в регионе. Инициатором данного мероприятия стал Карагандинский региональный проектный офис по реализации программы «Рухани Жангру». Гульнур Жакен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мечеть Кунанбая Ускинбаева является самой главной достопримечательностью небольшого городка Каркаралинска, расположенного в Карагандинской области. Это одна из старейших казахских мечетей в нашей стране. Ее строительство было начато в 1849 году. А в 1853 году двери мечети были открыты для многочисленных верующих. И сегодня священное место вошло в список республиканской программы «Сакральный Казахстан». Помимо архитектурного значения, этот памятник имеет и высокую духовную ценность для всех ценителей казахской культуры. Мечеть была построена отцом великого Абая Кунанбаем Ускенбаевым. Сначала Кунанбай управлял небольшим аулом, потом управлял волостью, победив на выборах. Постройка мечети мгновенно подняла авторитет нового султана. Она была первой и единственной во всем округе и строилась на его деньги. Затные старейшины в аулах и мулы не переставали восхищаться мечетью. На ее освящение даже приехал имам Хасен Саратау. В 1850 году Кунанбай Ускенбаев был выбран Ага-султаном Каркаролинского уезда и переехал на постоянное место жительства в небольшой город Каркаролинск. Вместе с многочисленной семьей и свитой своих людей. До него на этой должности был кузбек Таукеулы. И в 1851 году, благодаря средствам, собранных кузбекам и личными средствами Кунанбая, строительство заканчивается. Сама мечеть Кунанбая Ускенбаева представляла собой искусно сделанное деревянное двухэтажное здание. Изначально мечеть представляла из себя сруб, сложенный из дерева. Впоследствии стены были облицованы досками. Размеры. Ширина 15, длина 11, высота 6 метров. Имя архитектора, построившего мечеть, неизвестно. Судьба этой мечети была удивительной. В советское время минорет разобрали, здание закрыли, оно пустовало. Потом его использовали под складское помещение. А потом разместили дом пионеров. Потом здание опять разбирали. Обновили его и отдали верующим уже в 1995 году, накануне празднования 150-летия Абая. Мечеть действует и по сегодняшний день. Первоначальный внешний вид частично отсутствует, рядом построенной пристройки кирпичей. К сожалению, мечеть Кунанбая Ускенбаева не дошла до нас в своем первозданном виде. В 1980-е годы мечеть Кунанбая была полностью отреставрирована. На сегодняшний день она передана верующим и используется по первоначальному назначению. Несмотря на это, мечеть осталась священным местом для казахов. И сегодня она в списке республиканского проекта «Сакральный Казахстан». Фариза Албаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Городские власти распространили информацию о местах для забоя скота во время праздника Курбанайт, который пройдет с 1 по 3 сентября. Всего в Караганде определены 5 мест, которые соответствуют санитарным требованиям. Это универсальный оптово-розничный рынок Тулпар, территория напротив мечети Балагаже. А также территории индивидуальных предпринимателей улица Резника, 18, улица Сатпаева, 204-2, улица Складская, 8-10. Напомним, что первый день праздника Курбанайт является выходным днем. В нынешнем году он выпадает на 1 сентября. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансов Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова